здравствуй путник сегодняшняя история называется кто это тут у нас автор истории эдэн сэндл ну а перед прослушиванием благодарю подписчиков илья с и дмитрия чугунова за оффлайн донаты ну а также благодарю всех подписчиков бусти которых вы видите на экране и особая благодарность веляна тромбон и мир и любовь большое вам всем спасибо внимание история будет содержать ненормативную лексику вы предупреждены ну а теперь к истории и приятного прослушивания мне нередко говорили что не стоит на ходу утыкаться в телефон печатая сообщение или читая книжку но что я мог поделать диалоги порой увлекали не меньше хорошего сюжета в книге и все это было куда интереснее хмурых людей в бесцветных одеждах на фоне серых неопрятных зданий в столбы я не врезался с маршрутом справлялся так что для себя я никакой проблемы не видел в тот день я зашел в продуктовый после работы и так как в одной руке я держал пакет а другой собирался выкурить сигарету перед тем как зайти в подъезд было принято волевое решение ответить на сообщение в телеге уже дома погода была прекрасна поздняя весна позеленевший скверу дома теплый ветерок колыхал мои волнистые волосы а нечастое щепетание каких-то пташек добавляла мечтательности в будничные думы идиллию разбавляла только вибрации с кармана джинсов я решил что наверное опять что-то в рабочем чате позднее мем или обсуждение новых задач что стало нередко происходить в последнее время в связи с некоторыми перестановками у меня в отделе спокойно докурил проигнорировав еще одно сообщение и зашел в подъезд мне предстоял пеший подъем на четвертый этаж с тяжелым пакетом так как лифта в доме отродясь не было и я решил что сейчас самое время почитать рабочую рутину в чате чтобы уже не отвлекаться на всякую ерунду дома да есть у меня такой пунктик отдыхая не хочу ничего видеть и слышать о работе такое вот разделение почти как в одноименном сериале но вполне контролируемое меня ждал сюрприз сообщение было от неизвестного контакта с каким-то не считаемым ником то ли еврит то ли санскрит то ли еще что то но не силен я в языках особенно древних уж простите а текст оказался вполне прозаичным хочешь быстро заработать работа на свежем воздухе оплата на карту от 50 тысяч в неделю интересно я ощутил легкую неприязнь и волну уныние от того как здорово наверное процветает бизнес у ребят что вот так спокойно ищут кладменов и что расстроило меня еще больше так это то что на такую подработку в свое время откликнулась несколько моих знакомых даже сосед работяга знакомые эти быстро пропали с радаров один из них мой однокурсник вообще отчислился как он сам сказал по личным обстоятельствам соседа работягу было даже жалко он пол жизни на родном заводе провел а все равно хуй с маслом доедал хоть и руки золотые были видимо польстился на легкие деньги как это обычно бывает и все оказалось это была обычная подстава местного отдела чтобы срубить легкую палку вот и уехал дядя вова быстро далеко и надолго так размышляя я не заметил как уже пару минут стою у своей двери с открытым диалогом отвечать я конечно не собирался просто удалил заблокировал этот диалог и вошел в квартиру настроение было подпорчено я хоть и люблю новые знакомства но уж точно не такие когда я уже разбирал пакет с продуктами на кухне телефон снова напомнил о себе вибрации мелькнула мысль еще какой-то магазин или товарищ майор развлекается заебали и оказался прав но лишь отчасти это было сообщение того же самого магазина либо с таким же ником я узнала бракотабру там была какая-то видеозапись и я ощутил раздражение мне казалось что это обычная обидка когда в ответ на что-нибудь отправляют какую-нибудь гадость вроде расчлененки или другой чернухи насмотрелся такого на форумах в свое время а затем и в конфах я оказался прав и снова лишь отчасти на превью был родной подъезд глядя на превью я почувствовал легкое шевеление волос на затылке какого хуя вообще откуда они знают где я живу каким образом они вообще там записали какое-то видео я пытался спрятать липкий страх за злостью и раздражением и это у меня даже получалось пока я не включил видео судя по ракурсу камера находилась где-то сверху в углу то есть просматривалась часть лестницы вниз и площадка где собственно и была моя квартира качество видео было примерно как на бюджетный смартфон 3-4 летней давности знаю чем говорю сам ходил тогда с разными китайцами этого класса звука видео не было чему я только порадовался съемка дневная но уже секунд 30 на видео ничего не происходило только камера подрагивает как будто оператора устала рука примерно на 40 секунде видео начала открываться дверь квартиры моей квартиры мне стало нехорошо дверь немного приоткрылась но больше ничего не происходило мысли на программ в памяти последнюю неделю и все выходы из дома я так и не вспомнил случая чтобы открыл дверь и замешкался наоборот я стараюсь всегда быстро выйти или зайти и сразу запереть дверь отголоски моей тревожности я поставил видео на паузу и постарался рассмотреть детали возможно какая-то из них может стать ключом к пониманию когда это было снято не хотелось думать о том что кто-то посторонний мог проникнуть в квартиру поэтому это последнего цеплялся за версию о том что кто-то втихую заснял как утром я спешу на работу нажимаю на play видео запись продолжается спустя еще секунд десять дверь открывается шире но увидел я там к сожалению далеко не себя сначала из-за двери показалось куда рука с длинными пальцами она держала дверь а потом вылезла и остальное следом за рукой высунулась голова в чем-то вроде цветастого платка в таких еще бабульки ходили во времена моего детства выглядело это так как будто голова высунулась не из-за двери а из-за дверной перемычки словно то что там стояла было на голову выше двери и ему пришлось наклоняться уже на этом моменте встали дыбом остальные волосы и я ощутил струйку пота стекавшую между лопаток далее из-за двери показалось плечо а потом и большая часть тела это было несуразно длинное нескладное тело одетая в какие-то странные вещи они выглядели так словно покупались где-то в девяностых или нулевых на обычном рынке серо-синяя юбка в пол какие-то потертые сапоги бесформенная бледно-фиолетовая кофта и конечно же бабушкин платок оно могло выглядеть как обычная женщина среднего возраста из глубокой провинции где время застыло если бы не пугающий рост и абсолютная нелогичность ситуации лица было не разглядеть голова немного склонялась груди платок был надвинут низко как капюшон да и качество видео было конечно так себе по спине гулял холод во рту пересохло я давно так не боялся но не мог оторвать взгляда от видео то что выглянуло из-за моей двери немного покрутилась будто оглядываясь в поиске шумящих соседей и также медленно вернулась назад в мою квартиру почему я пишу в среднем роде несмотря на явно женскую одежду наверное потому что таких женщин я не видел никогда скажу больше я и людей таких не видел в принципе увидев это на улице я бы просто удивился и пошел дальше но она была у меня дома и бог знает что она там делала думать об этом не хотелось на этом видео не закончилось судя по плееру в телеге оставалось секунд десять и тут в кадре появился я уткнувшись в телефон который я держал в правой руке я спокойно поднимался к квартире а в правой руке я нес пакет с продуктами тот самый который не успел сейчас разобрать закончилось видео когда я подошел к своей двери дрожащими руками я заблокировал смартфон и очень аккуратно положил его на стол словно боясь потревожить то что увидел больше всего меня пугало не то что кто-то нашел мой адрес или следует за мной кристально ясно в голове раз за разом отпечатывалась одна простая мысль то что выглядывало из-за моей двери все еще здесь и возможно она ждала именно меня иначе зачем ему было высовываться и озираться на это моя способность к рассуждению практически исчерпалась кожа стремительно покрывалась мурашками перед глазами все плыло ощущение того что кто-то пристально смотрит мне в спину из-за двери кухни только крепло не знаю сколько это простоял 20 секунд или 20 минут но становилось только страшнее то мне казалось что я слышу тихие удаляющиеся шаги позади я боялся пошевелиться чтобы не выдать себя о том что меня может быть прекрасно видно я в тот момент не думал то мне казалось что шаги наоборот приближаются ко мне и от растущей паники сбивалось дыхание я зажмуривался и думал что все мне остались считанные секунды и каждый раз когда мне казалось что уже вот вот уже почти она подошло ко мне и я сейчас услышал тяжелое дыхание сзади все прекращалось после одного из таких подходов все действительно стихло и даже начал рассеиваться туман голове и перед глазами наконец я решил обернуться боясь увидеть что-то что видеть совсем не хотелось я поворачивался медленно но это не помогло сначала краем глаза а затем и обернувшись полностью я увидел знакомую фигуру она выглядывала из-за дверного косяка точно так же как из-за двери квартиры увидев что я тоже его вижу она скрючилась съежилась и очень быстро убежала вглубь квартиры громко топая своими сапогами кажется у меня началась истерика я смеялся слезы текли по щекам я щипал себя надеюсь проснуться из этого состояния меня вывел шорох со стороны ванной я бросился к двери на кухню и захлопнул ее закрыл нахлипкий замок неожиданно легко для себя подвинул к двери холодильник благо он стоит как раз слева от дверного проема и забился в противоположный угол плохо помню что было после этого кажется и мелко дрожал кричал что-то оскорбительное кого-то звал скрипучий голос из-за двери приговаривал как маленькому ребенку кто это тут у нас кто там у нас прячется после этого я отключился очнулся уже в палате местной бригады скорой медицинской помощи рядом сидел человек форме кажется местный участковый он рассказал что на ряд вызвали мои друзья которым я писал и звонил сначала они решили что я бухой или просто объебоз потому что речь у меня была не связная в перемешку с какими-то выкриками и угрозами но решили все-таки приехать после того как я несколько раз прокричал им что-то вроде меня хотят убить в моей же квартире что ж такое творится да как сказал участковый цитата дословная и улыбнулся я ничего этого не помню когда друзья приехали дверь в подъезд была открыта и подперта баулом с каким-то тряпьем старыми сапогами и все в таком духе они обратили на это внимание потому что находясь еще метрах в пятидесяти от дома они увидели как из подъезда вышел высокий худой человек подпер дверь и быстро убежал в темноту ночи дверь квартиру тоже была не заперта внутри царил бардак а меня нашли на кухне без сознания тогда собственно и вызвали скорую с полицией официальная версия попытка кражи со взломом а я дескать спугнул воров которых конечно же будут искать и обязательно найдут а неофициально мне уже следователь сказал вот что это не первый такой случай в этом районе но первый с удачным для жертвы исходом сказал он мне это потому что одна из жертв училась со мной на первом курсе тот самый знакомый которого я вспомнил впервые открыв тот злополучный чат этот знакомый был из бедной семьи постоянные проблемы с деньгами со всеми вытекающими в общем в курилке он как-то сам признался что нашел не совсем законную подработку вскоре после этого он отчислился больше вести о нем не было а оказалось вон оно как не знаю кто или что это было из этого района я переехал сменил все аккаунты запреватил настолько насколько возможно на новом уже месте жительства поставил камеры с датчиком движения и уведомлением на смартфон но все равно как-то не по себе когда вижу такие объявления работе на свежем воздухе где-нибудь в комментах всем спасибо за прослушивание надеюсь история вам понравилась обязательно пишите мнение об истории в комментариях ну а я же скажу свое мнение по мне так история очень даже неплохая она черпать вдохновение из истории старой школы она не длинная она кратко излагает суть встречи с паранормальным это же меня в ней и зацепило ну а вы подписывайтесь на канал если этого еще не сделали пишите комментарии ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь на бусти если есть желание и возможность присылайте свои истории если вдруг их пишите все контакты указаны в описании ну а с вами же был канал звуф извне всего вам хорошего и помните что мы с вами обязательно еще увидимся юбку и сапоги я уже приготовил